Сельский труд всегда в почете, без него не проживете. Натуральные продукты, мясо, молоко и фрукты предпочтительны всегда, чем с добавками еда. А в России в 2018 году завезено 550 тысяч тонн пальмового масла. Что же мы едим? При этом в России несколько миллиардов ежегодно выделяется из бюджета на поддержку сельхозпроизводителей в регионах. Но насколько эффективно осваиваются бюджетные средства? Что получают жители и Россия от пальмового масла и государственных дотаций сельхозпроизводителей? Кому удается развивать свои сельхозпредприятия и за счет чего? Как вы полагаете? Будем разбираться? Будем. И начнем с крупнейших. В Новосибирской области есть сельхозпредприятие «Зао Ирмень». Руководит предприятием Бугаков Юрий Федорович, герой социалистического труда. Руководит это предприятие молочную продукцию и мясные изделия, является самым крупным в Новосибирской области и третье в России. Продукция этого сельхозпредприятия выставлена практически во всех продуктовых магазинах города. На этом, пожалуй, все самое лучшее заканчивается и начинаются множественные вопросы к качеству продукции «Зао Ирмень». Полагаю, мы все пили и ели молочные изделия от «Зао Ирмень» и примерно лет 15 назад качество было совершенно другим. А сейчас мы не покупаем эти продукты и тем более не даем своим детям. Ну что же, действительно вопросов много. Будем разбираться. Если вы столкнулись с некачественными продуктами наших сельхозпроизводителей, сообщайте нам, нам всем важно, чтобы наши сельхозпроизводители работали с поддержкой государства и производили качественные продукты. Продолжение следует...